Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да не ходи ты сюда больше. А ты не указывай мне. Что за черт? Опять кто-то в дом лезет. Ну, а что там? Да вроде тихо все. А что нашли эти ищейки? Книгу нашли. Какую книгу? Я видел, как девчонка вынесла книгу и отдала этой ясновидящей. Где живет? На Царицинской, большой дом. А тебе зачем? Не ходи сюда больше. Не до твоих теперь чудачеств. Звучит музыка. Книгу. Могу. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Эм, ну, ты пришла, слава богу, слава богу. Дядюшка, всегда-то ты меня вручаешь. Чайшко. Все-таки ты перепозднилась. Не будь занудой хотя бы ты. Нет, не спрашивай, где ты была. Но все-таки ночь на твое. Я всего лишь была в полицейском управлении у господина Штольмана. Ой, это поздно он работает. И с каких же это пор господин Штольман занимает в своей жизни так много места? Просто у нас с ним общее дело. А вот ты мне сегодня рассказывал, что у него была дуэль за дамы. Что это за дама? Расскажи. Ну, я расскажу. Хорошо. Я расскажу. Только без подробностей и без имен. Мне известно следующее. Некая особа, некая дама, скажем, Энн, кстати говоря, фрейлина, самая императрица, завоевала благосклонность некоего князя, скажем, Эр. И он совершенно потерял от нее голову. Таким образом госпожа Энн заняла бедное положение в светской жизни столицы. А затем ей подвернулся уж совсем на беду господин Штольман. И она влюбилась. Говорят, без памяти. Что для этой особы. Холодные, расчетливые. Вовсе не характерны. Князь переверновал. И вот уже дуэль. Ну, ты знаешь. А был ты знаком с этой госпожей Энн? Я нет. Я нет. Знаком не был, но мы виделись пару раз в салонах. И какая она? Красивая? Ну, она привлекательная, конечно. Привлекательная. Опасная женщина. Но Штольман тоже. Штольман тоже не просто. Родители меня проклянут, если узнают, что я вел с тобой разговор на эту тему. Слушай. Там кто-то есть. Стой. Этот некто, он спросил адрес Анны Викторовны. Я счел своим долгом убедиться, что все в порядке. Успокойтесь, Анатолий Андреевич. Мы все вам очень благодарны. Я ни в коем случае не хотел никого будить. Вы, вы меня простите, я вас… Никто ни в чем не обвиняет. Однако, Антон Андреевич, потрудитесь мне все-таки объяснить, кто следит за моей дочерью. Господи, пап, да все в порядке, правда. Просто мы днем с тобой были на дознании в заброшенном доме. Вероятно, там меня кто-то увидел. Антон Андреевич просто бдительность проявил. Совершенно верно. Вы простите меня, ради Бога. С вашего разрешения я… Да. Ступайте, голубчик. С Богом. Я провожу. Господи. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Олимпиада. Тебя убил черный человек с кладбища? Олимпиада. 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 Он самый. Ну, я подумал, если просто разговаривать, то греха большого нет. А потом и подружки ее стали захаживать. Выигры разные играли. Потом это случилось. Убийство. А приятель этот твой, он был здесь в ночь убийства? Не знаю. Спал я. Выпивши. Где он живет? Да не знаю я. Побирается он по миру. Божий человек. Побирается по миру. Божий человек с такими деньжищами, где живет. Не знаю. Я и богу не знаю. Я к вам, че стребываю его греха. Подальше. Я вы сейчас задушите. Нехороший этот дом. Немки сюда хаживали. И друг этого виседника, купец, молчалин захаживал. Молчалин? Он и самый. Он и вчера тут был, пока следствие шло. Он искал что-то в доме. Что же мы с тобой делать-то? Ваше благородие! Да не виноват я, ваше благородие! Не виновен! Ладно. Сиди здесь. А как приятель твой придет, в полицию сообщишь? Тихонько сообщи. Иначе за убийство пойдешь на каторгу. Городовых отпускайте. А сами оставайтесь здесь, следить за домом и за дворником. Глазными не спускайте. Понял. Если появится черный человек, проследите. А вы? А я к Молчалину. Управление. Яков Платоныч! Яков Платоныч! Анна Викторовна! Стойте, стойте! Мне срочно нужна ваша помощь. Мне кажется, что надо проверить насчет смерти купца Курюхина. Действительно ли он покончил с собой или… Убили? Сначала убили отца, а потом дочь, но зачем? Эти две смерти, мне кажется, они как-то очень тесно связаны. Это в моих видениях. Да. А еще я вижу рядом с девочкой высокого человека в черном. Он как-то с кладбищем связан. Кладбище, видения и… И могилы. Да, еще человек в могиле. Мы все там будем. Вы не волнуйтесь так, Анна Викторовна. Я приму ваше умозаключение к сведению. Вы меня простите, мне пора. Всегда рад вас видеть. Ваше умозаключение к сведению. Что здесь? Хозяина. Из петли вынули. Как из петли? Да только что. Пришел в ломбард и повесился. В чулань. А где тело? Ваше увезли уже. Он все, прости господи, нечистую силу видел. Да что с ним случилось? А кто его знает. Последнее время все мрачный ходил. Видения ему мерещились. Дух нечистого боялся до смерти. Чердовщина какая-то. Дух нечистого боялся до смерти. О, Анна, прости меня взял без спроса твой аппарат. Ой, да ради бога. Тук шею себе не сверни. Ох, как непросто. Как непросто. Ну, это поначалу. Слушай, я спросить тебя хотела. А что если девочки, они по-настоящему вызвали духа? Понимаешь? И теперь он их преследует. Такое, конечно, возможно. Но маловероятно. Так, а что делать? Как его изгнать? Пойти в церковь. Поставить свечку. Чего сделать? Да. Я думала, ты мне какой-то ритуал магический подскажешь. Можно и ритуал. Но в церковь обязательно. В церковь обязательно. Поехали. Поехали. Куда? Покатываешь меня? Я? Ну, держись. Готово? Да. Ну, прекрасно. Подождите меня, пожалуйста. Некоторые дети помнят, которые трепутят. Они живут, можно живут. А кто постирается? Барышня, кого-то ищете? Да. Я еще одного человека. Он часто здесь бывает. Здесь, милая, много кто бывает. А он, знаете, такой высокий и очень худой. Так это может быть Филька. Его еще Филином зовут здесь. А зачем он вам? А я помочь ему хочу. Это хорошо. Он божий человек. Вот он. Вон. Спасибо. Ага. Бог в помощь. И вам не болеть, барышня. А не подскажешь мне, любезный, не видал ты здесь мужчину в черном плаще? А с ним девочку-гимназистку. Лет тринадцати. Может, и видал. А не заметил, на какую могилу они ходили? Может, и заметил. Ага. Сестренка у меня повадилась на кладбище ходить. И не могу добиться, зачем оно и надо. Вот хочу узнать, на какую могилу она ходит. Значит, беспокоитесь о сестренке. Беспокоюсь. Так ты не заметил? Это хорошее дело сестру оберегать. А я уж тебя бы отблагодарила. Я вспомнил. Могу показать, куда они ходили. Ну, а если что, убогому и пожертвуйте, так я не откажу. Пожертвуй. Конечно, пожертвуй. Пойдем. А давно вы здесь обретаетесь? На кладбище? Давно. Еще с молоду. Ну, а тут место хорошее, тихое, спокойное. Никогда вам не хотелось отсюда уйти? Да зачем? Все равно потом, в конце концов, сюда принесут. Пошли. И что вы можете сказать о его смерти? Винит морс велоситр, рапит носатра ситр. Что в переводе с латыни означает «смерть» приходит к нам быстро и вносит нас в выбежал. А если точнее? А если точнее, то он повесился на бельевой веревке. Все. Точно сам повесился? Абсолютно. Нет никаких следов борьбы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот, пришли. Сюда и ходила ваша сестричка. А кто здесь лежит? Большой человек. Великий. Парфен его звали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда же вы, барышни, что не хотите узнать больше? Помогите! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отдай ты этот сверток. Зачем он тебе? Да нет его у меня. Ну, у кого же он? Да с чего ты взяла, что он у меня? Так я же не брала. А кто тогда взял? Не знаю. Нет его ни у меня, ни у тебя. Сонька, отдай. Отдай ему амулет. Да не знаю я, где он. Нет его у меня. Да у кого же он? Нас только двое. Если не у меня, значит, у тебя. Да не брала я амулет. Не знаю я, где он. Твой отец умер. Отец Липкий тоже умер. И сама она умерла. Я не хочу, чтобы с моим батюшкой тоже что-то случилось. Ты же сама не хочешь умереть? Прошу тебя. Умоляю. Где проклятый амулет? Внизу под лестницей. Там, где книжка лежала. Что ж ты натворила, Сонька? Что ты наделала? Зачем ты его взяла? Когда свечи погасли, я его спрятала. А на следующий день убрала под лестницу. Я хотела, чтобы удача всегда была с моим батюшкой. Нужно отдать ему лето. Сегодня. Он придет за ним, когда стемнеет. Это он так батюшке сказал. Я слышала. Что ж барышня так неаккуратна? Что ж? Вы кто? Я филин. Я здесь зачем? Больно прыткий женский пол пошел. Одни дьявола вызывают, как будто прям жить без него не могут. А другие какие-то могилы ищут. Клад мой хотят украсть. Какой класс? А то ты не знаешь. Нет. Зачем Женя тогда тебя послали? Меня никто никуда не посылал. Мили, мили, Емеля. Твоя неделя. Амулет. Такой клад. Силы у него есть. Кто этим амулетом владеет, тот сразу богатеет. Этот амулет у Вас Курехин украл? Да. Курехин. И еще. Еще два его дружка. Молчалин и Прохоров. Амулет случайно положили в гроб к Парфену. К моему наставнику. Ну, положили и зарыли. А они откопали. Они тогда работали могильщиками на кладбище все втроем. Они днем покойничков взрывали, а вечером обратно выкапывали и снимали с них все золото. Все цепочки, кольца, зубы даже золотые. А ты этого про них и не знала. Говорят, ты изновидящая. Мрут что ли? Говорят, ты ничего не видишь? Ты меня не видишь? Мы с тобой встречались? Да. Я узнала. Но поздно. Ну да, поздно. Слушай, а может ты мне про амулет расскажешь? Какой он амулет? Наконечник стрелы. Да. А ты нашла его? Нет. Я его увидела, когда к могиле твоего колдуна прикоснулась. Слушай, а ты можешь увидеть, где он сейчас? Могу. Только здесь не могу. Не надо в доме быть в дом. Да хитриешь. Жизнь свою выторговываешь. Нет. Я без тебя обойдусь. Сегодня вечером мне мой амулет принесут. И все это из-за этой железки? Могу. Когда отец Олимпиады руки на себя наложил, тосковала она очень. Стала ходить сюда, в дом. Тут он ее и встретил, этот черный дьявол. Он стал учить ее всякому колдовству, чтобы она могла с отцом поговорить. А Олимпка и нас к этому пристрастила. Однажды он сказал ей, чтобы она принесла наконечник стрелы. Будто бы он нужен для ритуала. А я еще раньше послушала разговор моего батюшки с батюшкой Катей. Они говорили, что у них амулет пропал. И что теперь удачу не будет сопутствовать им. Так вот, этот наконечник как раз Олимпка и украла. Когда он у ее отца был. Парфен. Мой учитель. Он умер так. Внезапно. Меня в городе не было. Его днем похоронили, я ночью приехал. Сразу на кладбище, а там эти, могилу разрыли. Я за деревом спрятался и смотрел. И тогда увидел, как они амулет достали. У них потом дела пошли в гоу. Они из города уехали, пропали. А потом время прошло и я их нашел. Ну, сначала Курехину. Говорит, где амулет? Говорит, нет амулета. Пропал. Он не врал тебе. Амулет дочь его взяла Олимпиада. Ну, да. Но я тогда не знал. Я... Я у него спрашиваю. Спрашиваю. Надавил. Ну, так не сильно. А он потом... повесился. Значит, он обещал сегодня за этим амулетом сюда прийти. Да, он папе так утром сказал. А потом меня во дворе увидел. И сказал, что ждать будет сегодня вечером здесь нас с Катей и амулетом. Вот и мы его подождем. А знаешь, о чем я сейчас думаю? Я мысли читать не умею. Ну, ты же чувствуешь. Не убивай меня. Правильно. Правильно. Вопрос твоей жизни и смерти. Подожди. Я душу твою спасти могу. Чего? Душу спасти. Нет, ну, если ты действительно такая, как про тебя люди говорят, то, наверное, можешь. Ну, я сейчас уйду. А ты? Будешь встретить здесь. Ну, и кричать бесполезно. А вот если мне мой амулет не принесут, то ты мне его найдешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит, вот что. Сохранитесь внизу. И без моей команды ни звука. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой. Весь место. Дом окружен. У нас то, что ты ищешь. Покажи. Нет. Руки вверх. Руки! Ты совершил чудовищное злодеяние и ответишь за это перед законом. Городовые! Ах! 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 Яков Владимирович! Яков Владимирович! Анна. Анна пропала. Как пропала? Целый день ее не было. А соседи видели, как она садилась на извозчика. Я боюсь грешным делом, не пошла ли она искать следы этого пресловутого черного человека. Я встретил ее утром, и она что-то говорила о кладбище. Я прошла мать другую черного ребенка. Я все-таки, как она. Я покажу ей цифру! И тогда, что-то нервное пресловное черное желание. Ах! Ух! Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Папа, я здесь. Мама, я здесь. Здесь! Господи, девочка моя! Девочка моя! Что же это? Помогите! Папа! Вот он, родимый. Да? Господин Прохоров, советую вам рассказать все самому. От начала и до конца. Начните с того, как вы работали на кладбище. Вы меня будете защищать? Мне все решают деньги, Игнатий Демьянович. Все зависит от вашего рассказа. Ну что ж, можно и рассказать. Если б не Катя, унес бы эту тайну с собой в могилу. Было это семнадцать лет назад. Мы промышляли грабежами, раскапывали могилы, и горя не знали. Было нас трое. Я, Курехин и Молчалин. Дальше? Дальше. Как-то раз мы вскрыли могилу и обнаружили, что покойник лежит не так, как все, лицом вниз. Бабка моя сказывала, так ведьмаков хоронили. Ну, в тех случаях, когда их вообще хранили. У этой могилы нас застал один человек в черном. То ли в плаще, то ли в грязи. Мы, признаться, струхнули тогда, не на шутку. Что же он вам такого сказал? Он спросил, почему мы потревожили могилу, дурак. Да и мы тоже хороши, испугались какого-то юродивого, в Сибирь аж убежали. И что вы с ним сделали? Сбросили в могилу. И наконечник этот мы там нашли. А что? Что случилось с этим человеком в черном? Мы и думать о нем забыли. Надеялись, что он зашибся насмерть там, в этой могиле. Неужели вы решили, что с этим амулетом вам удастся разбогатеть? Вот мы тоже сначала подумали, что это так, безделушка. Ну, как только мы его нашли, все изменилось. Деньги к нам пошли. И тогда я все понял. Что вы поняли? Что сила в этом наконечнике. С тех пор мы держали его у себя. По очереди. Месяц у одного, месяц у другого. Ну, и делами ворочали. Сначала в Сибири, потом в Сатонск вернулись. Семьями обросли, дома построили. Жизнь пошла. И что же положило конец этой идиллии? Глупость. Моя глупость. Ко мне пришел этот человек в черном. Тот самый. Сказал, что был на каторге, долго нас искал. Попросил вернуть ему вещь, которая мне не принадлежит. Иначе он убьет меня и мою семью. И вы ему поверили? Нет. Курюкин поверил. А почему же вы не пришли сюда в полицию, а предложили ему деньги? Да, только деньги его не интересовали. Ему нужен был амулет. А он, как на грех, куда-то пропал. Потому что я его взяла в Олимпиаду. А мы грешили друг на друга, ссорились. Боялись, что без него удача отвернется от нас. И что дальше? Что было дальше? Этот безумец преследовал нас, не оставлял в покое. Курюкин не выдержал, через месяц повесился. А вы? Вы что делали? Я. Я обрадовался даже этому. Решили, что Филин нашел этот амулет. И после смерти Курюкина все закончится, так? Ну, ничего не закончилось. Следующей жертвой стала дочь Курюкина, Олимпиада. Она очень переживала смерть отца и часто приходила в этот заброшенный дом. И, разумеется, Филин заметил ее. И взял в оборот. Он внушил ей, что этот наконечник необходим для магии. Надеялся таким способом выманить его у нее. Да. Князь Тьмы прятался в кладовке и выскочил оттуда, когда девочки вызывали духов и обронили свечу. Он хотел срезать этот амулет с шеи Олимпиады. Думал, что она всегда его носит на себе. И по случайности зарезал ее. Ну, вот все и выяснилось, господин Прохоров. Вы арестованы. Сроки давности такие преступления не имеют. Ну, как урок? Не клюешь. Пока. А я была права. Во всем. А Штольман так себя ведет, будто ничего не случилось. А что случилось? Я убийцу нашла. А Штольман делает вид, будто нет в этом ничего удивительного. И будто никаких моих способностей он не замечает. Ну, это обычное дело. Людям свойственно все странное объяснять, так как им понятнее, как им привычнее. Господин Штольман не исключен. Он себе объяснил твои догадки, скорее всего, простыми случайностями, совпадениями. Вот, держи. Да, ну, это же несправедливо. Тебе важно, что думает господин Штольман? Да нет, не то, что было не важно, что он думает. Просто мне странно, что такой, такой взрослый, умный мужчина вдруг закрывает глаза на очевидные вещи. А ты привыкай. Чаще всего так и будет. Может быть, все-таки чайку? Нет, нет. Благодарю. Надолго вы к нам? Трудно сказать. Я Затонская, имею в виду. Наперед не загадываю. А позвольте узнать, вы женаты? Нет. И не был. А что так? Достойной спутницы не нашлось. Ну, скорее меня не находят достойным. Ну, это уж зря. Ну, вот и она. Пойдемте в сад. Спасибо за чай. Ага. Хотели бы иметь этот амулет, Анна Викторовна? Да вы что вы. Все-таки магический предмет? Нет. Его лучше отмести на кладбище. Ну, это вряд ли. Полиция магией не занимается. Это вещественное доказательство. Ну, тогда давайте его уничтожим. Боитесь, что заберу его себе на удачу? Нет. За вас я не боюсь. Ну, мало ли, какому человеку он может попасть в руки. Вы все о магии. Но это лишь плод воображения наших фигурантов. Кстати, я навещал Филина за месяцы поиска этого амулета. Он совершенно свихнулся и наверняка отправится в лечебницу. Странно, но мне почему-то совсем его не жаль. Все-таки, как вам это удается? Что? Ну, ведь все произошло именно так, как вы предполагали с самого начала. Просто они говорят со мной. Интригуете вы меня? Да вы что? Я вам всегда только правду говорю. А вот вы не хотите мне ничего нового о себе рассказать. Да просто врать не хочется, а правду говорить не имею права. И что, я опять о вас ничего нового не узнаю? Льстит мне ваше внимание. Теперь наверняка запишут ваши женихи. Боитесь? Опасаюсь. Ой, вы так не похожи на человека, который боится пересудов. Между прочим, вас и так уже записали в дамские угодники. Это почему? Ну, знаете, слава бежит впереди вас. Вы о той дуэли? Не верьте. Все было совершенно иначе. Да, и это все не важно. Главное, что вы оставили эту женщину. Вы же оставили ее. Я бы не хотел об этом говорить. Почему вы мне опять не можете ответить на этот вопрос? Оставили вы ее? Да, она осталась в Петербурге. Спасибо за прогулку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok